Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, подписчики и гости канала РКРП Лайф. С вами выходной подкаст и я, Алиса Лапшина. Сегодня мы беседуем с Романом Кропом, нашим товарищем из Самары. Здравствуй, Рома. Добрый день, Алиса. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад вас приветствовать. Ну что ж, приступим. Сегодня очень интересная подборка новостей на вообще просто весь спектр эмоций, что называется. Итак, первая новость. Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить цветных революций и насильственной смены власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии. Ранее он заявил, что получил официальную информацию из России о готовившемся в его стране госперевороте. Об этом стало известно на фоне протестов против добычи лития. Мы вот буквально, да, несколько подкастов, по-моему, в прошлом подкасте обсуждали тему Бангладеша и революции там. И вот новость из Сербии уже тут поближе к нам. Вот, Ром, как ты думаешь, действительно ли там в Сербии могла быть попытка цветной революции? И, ну, то есть, есть ли в ней смысл? И каким образом Россия могла, как бы, быть в курсе каких-то вот этих внутренних их перипетий в Сербии, так сказать? Да, спасибо, замечательный вопрос. Ну, во-первых, давайте чуть-чуть отвлечемся от конкретной новости. Напомню, мало ли кто не слышал, не знает. Цветная революция вовсе никакая не революция. Это типичный госпереворот. Это то, что происходило в самой Сербии там в начале нулевых. То, что было там в Грузии, в Армении, в Молдавии, на Украине дважды, да, и так далее, и так далее. То есть, надо понимать, что никакая это не революция, никакого изменения общественного строя она не несет. Теперь, что касается, собственно, новости. Ну, почему бы нет? В общем-то, мы должны понимать, что то, что в современном, ну, скажем так, публичном обществознании, в публичной социологии называется цветная революция. И это все, в общем, происходит, конечно же, в интересах США. То есть, вполне с уверенностью можно говорить, что американская буржуазия таким способом устанавливает контроль над тем или иным государством. Ну, или, по крайней мере, делает попытку. В Сербии исторически, традиционно, подавляющее большинство людей к России относятся с симпатией. В России в разное время это объясняли по-разному. Ну, в общем, в сербском языке даже поговорка такая. Есть бог на небе, Россия на земле. Ну, не знаю насчет бога на небе, Россия на земле пока точно есть. Так вот, если мы обратим внимание, то Сербия – это одна из немногих европейских стран, которая в сложившейся украинской вот этой вот ситуации продолжает взаимодействовать с Россией. Да, конечно, глупо было бы называть нынешние сербские власти пророссийскими. Да нет, они как могут пытаются вилять из одной стороны в другую, чтобы в собственной же стране, наверное, там не стало сильно-сильно плохо. При этом мы понимаем, что, опять же, и сербская власть буржуазная, и в России буржуазная власть, и в Америке, и на Украине, и так далее, и так далее. То есть, ну, просто речь идет о конфликтах интересов между различными группировками буржуазии, даже и национальной. Так что, да, я думаю, вполне это могло быть. Ведь зачем? Ну, разве недостаточная цель взять под контроль еще одну страну на Балканах? Балканы, напомню, традиционно имеют характеристику пороховой бочки Европы. По крайней мере, раньше так называли. Опять же, если мы принимаем как данность, это, собственно, так и есть, что коалиция условно-западных стран во главе с США ведет сейчас на Украине, украинскими руками в войну против России, против российской буржуазии, разве недостаточно для цели выбить еще одного, ну, пусть не союзника, ну, по крайней мере, попутчика из-под России? То есть, если в Сербии удастся привести к власти, откровенно, прозападную группировку, это достаточно сильный ущерб для России, честно говоря. Ну, плюс, наверное, надо посмотреть на те вопросы, которые рассматривают такая штука, как социально-экономическая география. Вот ты упомянула, что фоном стали протесты там по поводу добычи лития. Так лития – это стратегический ресурс. Я, к сожалению, сейчас не помню, что у нас там с точки зрения ресурсов добывают в Сербии, какие месторождения есть, какие разработки есть, но я думаю, что-то важное найдется, и это еще один повод взять Сербию под контроль. Что касается того вопроса, как Россия могла там поспособствовать тому, чтобы это не произошло, я традиционно вынужден с огромным сожалением сообщить, что мне не докладывают спецслужбы, что и как они делают. Ну, в общем, понятно, что это вопрос уровня спецслужб, и, естественно, количество людей, которые реально знают, как и что там происходит, как и какая информация передается, оно очень маленькое, это, в общем-то, правильно. Так что, да, такое вполне себе могло быть, и, естественно, Россия не заинтересована в смене власти в Сербии. Ну, естественно, здесь мои слова следует читать так. Российская буржуазия не заинтересована в смене власти в Сербии, где у власти находится та группировка буржуазии, которая сносно относится к российской буржуазии. То есть, опять в 158-й раз мы с тобой приходим к давно известной вещи, что источник проблем – капитализм. Что вот как только жахнет не цветная, а нормальная революция и в Сербии, и в России, и где бы то ни было еще, на Украине, вот тогда можно будет вести речь о действительном решении назревших проблем. Понятно, что в той же Сербии масса недовольных людей к качествам жизни, безработицей и так далее, и так далее. И понятно, что в такие моменты всегда можно использовать недовольство этих людей, особенно если удастся направить его в нужное русло. Только проблема в том, что проблема этих людей в рамках цветной революции, типа революции, решить, конечно, не удастся. Что мы и видели неоднократно. И та же Грузия, и та же Сербия, и Украина, и много чего еще. Как-то так. Ну, да, конечно, что тут больше не прибавить, не отнять, как говорится. Спасибо тебе большое, Рома, за такой подробный разбор. И мы движемся дальше. Переносимся, собственно, на Ближний Восток, так сказать. Ну, я образно, да. И поговорим про ситуацию между Израилем и Ираном. Это тоже, на самом деле, такая животрепещущая тема. И там действительно тоже происходят страшные ситуации. Допустим, вот, наверное, нашим слушателям, зрителям известно, что несколько наших соотечественников сейчас в плену у Хамас. И в связи с этим посол, израильский посол в Москве дала несколько комментариев на эту тему. Вот несколько из них. Мир должен восстать против террористического режима в Иране, который несет угрозу не только Израилю, но и другим странам. Вот, это одно из них. И еще я хотела бы второе зачитать, цитату, да, из этого интервью. Звучит так. Мир на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами будет возможен, когда палестинцы будут любить своих детей больше, чем они ненавидят наших детей. Когда их целью будет развитие своей экономики, системы образования, финансов, здравоохранения, а не воспитание детей так, чтобы они стали шахидами. Я не зря вот привела две цитаты, и вторую, на самом деле, мне бы хотелось, чтобы ты прокомментировал особенно, как бы так внимательно, потому что, ну, действительно, люди гибнут, и это страшно. И вот, как бы, и выхода как будто бы нет. Вот просто мне интересно твое мнение, насколько эти фразы вообще имеют место быть, и что вообще в этой ситуации могут сделать люди, чтобы это все закончилось, ну, или хотя бы немножечко приутихло. Спасибо за вопрос. Тут, наверное, предварить в качестве эпиграфа все это надо. Цитаты из классической оперы. Люди гибнут за металл. Алиса, поправь меня. Ты сказала, что посол Израиля дала интервью. Это, получается, женщина? Да, дала интервью РБК. Да, 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 это женщина. Давай мы с тобой уважим, возможно, слушающих нас, вот, феминисток и сторонников повесточки. Я думаю, что сей данный вот мадам весьма пойдет обращение госпожа послиха. Или госпожа послица. Феминисты вошли в чат. Да, если честно, иного у меня не возникает, потому что я вот пока тебя слушал, у меня чуть-чуть волосы начали вставать дыбом, да. Значит, сначала по поводу первой цитаты, там что-то она ляпнула про террористический режим Ирана, правда? Да, да, да. Во-первых, так. Ну, во-первых, так, да. Режим Ирана вовсе не белый и не пушистый. Это клерикально-консервативный режим, который, ну, наверное, в глобальном таком плане мало хорошего принесет, прежде всего, гражданам самого Ирана. То есть, если мы будем рассматривать это все в контексте каких-нибудь 60-х, 70-х годов, я думаю, нам бы не пришло в голову назвать этот режим прогрессивным, так? Но давайте-ка посмотрим, а сколько терактов реально там за последние 20 лет произвел этот режим на чужой территории. Вот у меня будет ощущение, что число будет стремиться к нулю. А вот если мы посмотрим на то, что вытворяет Израиль, Израиль ведь никогда не гнушался и там авиаудары по чужой территории наносить и людей выкрадывать и убивать и так далее, так далее. Так что возникает вопрос, а чей режим, чей тут режим террористический? И у меня ответ очень простой. Если уж мы говорим про террористический режим, так это Израиль является террористическим режимом. Так что опять, наверное, следует сформулировать такую мысль. Уж я бы корова мычала, госпожа послиха. Ну, правда, послихи не мычат, иные звуки издают, но да ладно. Что касается второй цитаты насчет того, что мир настанет после того, как палестинцы будут учить своих детей быть добрыми, пушистыми и не ненавидеть Израиль, так? Да, не быть шахидами. Да, да, да. Вот буквально несколько дней назад в телеграмме, ну, вообще в интернете были кадры, мягко говоря, шокирующие кадры, кадры, как палестинская девочка лет 10-11 опознает то, что осталось от ее родителей, которые погибли под очередным бомбовым ударом Израиля. Людям с впечатлительной психикой я не советую ни искать, ни тем паче смотреть эти кадры, потому что, ну, действительно, действительно выворачивает. У меня вопрос, опять, а кто воспитывает шахидов-то? Потому что, когда через пару лет к этой девочке придут соответствующие дяди и напомнят, что это Израиль убил твоих родителей и сделал тебя сиротой, иди отомсти, так секундочку, а кто ее родителей-то убил? Кто создал ситуацию, когда ее будет элементарно обработать, нагрузить взрывчаткой и послать, убивать таких же, в общем-то, мирных людей? То есть, это Израиль делает все, чтобы из палестинских детей получались превосходные шахиды. Да, понятно, то, что в прошлом октябре произошло, это оправдать нельзя, потому что там действительно со стороны палестинских радикалов было нормальное террористическое нападение на Израиль. Но то, что творит Израиль, тоже ничем оправдать нельзя. Вон, Россию обвиняют в том, что она там якобы по киевской больнице ударила. Ну, там, в общем, давно уже разобрано, что ракета, которая там и на фото-видео попала, это ракета комплексов ПВО, которые США поставляют Украине. Но я про сам факт говорю, что вот с одного попадания ракеты в детскую больницу, это, естественно, ужасная трагедия, на Россию набросились все, кому не лень, обвиняя ее в этом. А здесь Израиль, между прочим, даже и не стесняется того, что наносит удары по школам, больницам и так далее, и так далее. Не стесняется того, что да, под этими ударами гибнут гражданские. Простите, а где мировое сообщество, которое столь нервно и, какой бы еще эпитет подобрать, борется за права мирных граждан, где бы то ни было. Так что, опять же, чья бы корова мучала госпожа паслиха. И хотелось бы сказать вот еще что. Насчет того, что там кто кого больше любит, ненавидит. Напомни, пожалуйста, вторую цитату эту. Когда их целью будет развитие своей экономики, системы образования, финансов и здравоохранения, а не воспитание детей так, чтобы они стали шахидами. Ага. У меня вопрос. А госпожа паслиха с измерительным штангенциркулем влезала в головы палестинцев? Она достаточно научилась у, в общем-то, предшественников того, что сейчас вытворяет Израиль. Если кто не понял, я провожу прямую аналогию между нынешним режимом Израиля и гитлеровцами. То, что вытворяют сейчас войска Израиля на Ближнем Востоке, это геноцид. Это то, что делали гитлеровцы. Так вот, у нее как? Штангенциркуль-то измерительный есть, когда она в головы лезет палестинцам по поводу того, учат они детей любить или не учат, учат они шахидами быть или не учат. Опять же, я еще раз вернусь к тому, с чего начал. Какова вероятность того, что это девочка, а их сейчас таких девочек и мальчиков полно, вот какова вероятность того, что они чуть-чуть подрастут и пойдут кроваво мстить? Как это Израиль виноват сам? И понятно, что этот кровавый узел, он длительную историю имеет. Понятно, что все это вымазалось с обеих сторон в крови настолько, что легкого решения сейчас уже нет. Но с чего должно начаться решение этой проблемы, так это с выполнения давнего решения ООН о создании двух государств. Естественно, палестинское независимое государство должно быть создано. Вот только тогда можно будет вести речь о том, что какими-то сверхусилиями и в течение длительного времени возможно будет эти стороны примирить. Не сразу, не вдруг, а длительными усилиями, но непременным условием, естественно, должно быть создание палестинского государства. Ну а шире, ну, елки-палки, ну опять придется повторять прописную истину, только социализм способен решать национальные вопросы. Да, конечно, сейчас национальные вопросы приобретают особую остроту, и, может быть, не всегда в нашем опыте мы найдем решение текущих проблем. Вполне возможно, что классические такие, допустим, советские рецепты решения национальных проблем сейчас вполне возможно, что и не прокатят, вполне возможно, что придется искать какие-то новые формы, но однозначно все это может быть решено только на социалистической основе. Как-то так. Да, очень тяжелая, конечно, тема для обсуждения, когда речь касается про гибнущих детей особенно, но мое, конечно, сердце разрывается от этого, поэтому что ж будем надеяться, что как можно меньше людей пострадает, и как можно меньше людей будет желать мести в дальнейшем, потому что это круг насилия, который просто, видимо, невозможно разорвать на данный момент просто так. Ну что ж, спасибо большое, Рома, и давай двинемся к третьей теме, которая будет полегче, чем предыдущие две, и немножко мне напоминает такой, чуть-чуть, такой боевик шпионский, но очень, если честно, абсурдный. Итак, операцию по подрыву северных потоков подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника. По данным издания, основным вдохновителем плана был экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а Зеленский пытался его остановить. В общем, мне кажется, да, повеяло таким сценарием кино. Чуть-чуть еще немножко расскажу про это. По словам собеседников журнала, Зеленский изначально одобрил план, но позже, когда о нем узнала ЦРУ и попросила прекратить операцию, он отдал соответствующий приказ Залужному. Тот приказ не исполнил и продолжил подготовку. Ну, в общем, очень все запутано, якобы до кобы все понятно, что никто прям вам сводки не положит и никакие документы не предоставит, но все же порассуждать об этом интересно. А вот что ты вообще думаешь, Ром, на эту тему? Вообще стоит ли верить этой информации? Скажи просто, Алис, а там журналист случайно не запел в стиле Раджа Капура? А, ты думаешь, это Болливуд? Не Голливуд? Ну, в общем, очень похоже, да. Это сценарий для Болливудского кино. Очень похоже. Вот такие вот сценарии с кучей роялей в кустах, это, в общем, скорее индийское кино. Да, ну, да, что здесь, конечно, можно сказать, пытаясь задавить рвущийся наружу смех. Ну, во-первых, как известно, черного кобеля не отмоешь до бела. То есть, украинский режим, должны понимать, не является самостоятельным, он марионетка американская. И, конечно, в первую очередь выгодоприобретателями после подрыва северных потоков оказались американцы, потому что это их сжиженный газ ввозится в Европу. То есть, как по мне, так никаких сомнений даже быть не может, что эти газопроводы были подорваны именно американцами. Другое дело, чьими руками. И здесь действительно вполне может быть, что конкретные исполнители были из Украины. То есть, ничего невозможного в этом нет. Но, что касается того, что кто-то кого-то там пытался остановить, ну, а кто сказал, что у вице-президента есть какие-то права кого-то останавливать? Вот он поставлен в качестве петрушки с конкретной функцией. Вот он эту функцию выполняет. А соваться во что-то другое ему не позволено. Ну, допустим, тогда в эту область не было позволено. Это на самом деле все ерунда. Меня в этой новости очень интересует такая вот вещь. Вот у нас северный поток соединял Россию и Германию. Российский газ вставлялся в Германию. Давайте мы мысленно перенесемся в конец 19-го или начало 20-го века. Вот представь себе, Алис, что ты канцлер Германии. И вот тебе твоя контрразведка приносит на стол информацию, что в крупном теракте, который нанес ущерб экономике твоей страны, просматривается явный хвост спецслужб другой страны. То есть это прям вот явный факт. Вот что в этой ситуации сделает канцлер Германии? Вообще, что в этой ситуации сделает сама Германия? Вот больше встали от назад. Ну, мне кажется, она как-то будет осторожной. Может быть, даже разорвет отношения со страной. Разорвет отношения. Всю жизнь такая штука, это, знаешь, такой классический казус белли. То есть за этим следует объявление войны. То есть если твоя спецслужба открыто чего-то подрывает на моей территории, это открыто враждебное действие, это акт от агрессии. То есть за этим в нормальной дипломатической культуре, которая, собственно, еще до не столь давнего времени все-таки сохранялась, за этим следует объявление войны. Собственно говоря, поэтому всегда в подобных ситуациях открещиваются от исполнителей, если их, не дай бог, ловят. То есть если исполнителя ловят, то страна всегда будет открещиваться. Это не наш гражданин, не наш военнослужащий и так далее. Все исполнители подобных вещей, они прекрасно понимают, что если они попадаются, то на дипломатическую поддержку рассчитывать нечего. И вот у меня возникает вопрос, а у нас Германия что-нибудь вякнула по этому поводу? Ну, информации про это не было в этой статье. Да, вот по-моему, нет, потому что... И по-моему, они вообще даже отказались комментировать. Вот так, я вспомнила, я видела эту новость. Да, да. В общем-то новость довольно громкая. И это показывает, что и сама Германия, в общем-то, тоже уже на текущий момент, конечно же, не является самостоятельной. Помнится про этого канцлера Шольца. Уже его шуточки ходили по поводу копченой колбасы. Так что вполне заслуженно. И вот на самом деле это в данной новости куда более показательный момент, нежели та комедия, которую ломает Wall Street Journal или кто-то еще. Потому что, то есть, то, что на Украине происходит грызня внутренне, это понятно. То, что разные группы американских буржуазиев курируют разные группы на Украине, это тоже понятно. Но, в общем, эта ситуация... Ну, в общем, Германия себя здесь показала той самой унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла. Так что, да, это действительно смешная новость с точки зрения того, до чего докатилась Германия. Ну что ж, знаешь, я даже в некоторой степени рада, что мы заканчиваем подкаст на такой вот оптимистичной ноте, что все не так, как кажется на первый взгляд, и как хорошо, что мы можем это видеть. Прошу прощения, я здесь не могу не рассказать очередной анекдот, вот беседует пессимист и оптимист, пессимист говорит, да, хуже уже не будет. Оптимист отвечает, да будет, будет! Отлично! Прекрасно! Как же мы с тобой и без анекдотов! Вот, все прекрасно! Традиция соблюдена! Ну и поэтому на этой ноте я прощаюсь и с тобой, Рома, спасибо тебе большое, как всегда! И с вами, дорогие зрители и слушатели, напоминаю, пожалуйста, о том, чтобы вы ставили лайки, репостили наше видео, это видео, все остальные. Делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, и мы прощаемся только до следующей недели. Рома, пока-пока! До свидания, Алис! До свидания, уважаемые слушатели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова